Старшине районных советов депутатов сегодня наведали Хойницкий район. Тут прошел семинар, присвященный пытанием створения умов для развития территории, которые потерпели в вынику Чарнобыльской катастрофы. Под обязанностью материалов наших корреспондентов. Запланованная для обмиркования тема сегодня особенно актуальная. По пропону президента Беларуси, сегодня должна быть распространенная программа развития наибольшь потерпелых территорий, различная на 5 лет. Хойницкий район у гэтым спесе. После Чарнобыльской катастрофы спынили иснование 49 с 99 населенных пунктов, а колькасть мясового насельництва скоротилася больше, как у двоя. Прас 35 годов тут добра памятують об той трагедии, але больше кажуть о перспективах развития. Полеский вытворший участок акционерного товарыства «Милковіта» побудованы напереды дни авары и был вядомы, як «Полеский сыры». На полную могутность он вышел у 85-м, а я ще празгод практична спынил вытворшасть. Зараз той складанный час застался уминулым. У наших дни гэта сучасный малокоперопроцовчий завод, продукция якого вядомая не только у Беларуси. На экспорт мы отправляем нашу сыворотку. Ориентированно мы сейчас на Китай. Почти вся сыворотка, это порядка 98%, уходит в Китай. Значит, вот была осуществлена первая поставка в Японию. И работаем с Вьетнамом. Сегодня Хойникшин район, який стабильно развивается. Разом со сродками державной программы по переодольванию наступства шарнобыльской катастрофы, на развитие территории накировается так само мясовый бюджет. Иншая справа, что его доходная частка может быть больше значной. В районном совете депутатов взвертают увагу на необходность продоставления преференции приватному бизнесу. Район территориально находится далеко от потенциальных партнеров, что стремливает развитие этого сектора. В основном все компании находятся в Минске, Минской области. Необходимо проехать почти 400 километров. Туда-обратно 800 километров. Правильно? Правильно. Значит, нам необходимы равные условия, например, с Минским районом. Это встречаясь с предпринимателями, они не просят особо. Они просят только, чтобы мы были на равных условиях. Тогда, поверьте мне, сегодня 286 предпринимателей, их будет гораздо больше. Для того, как працалотковаться на Хойницкий завод гидроаппаратуры, необходимо быть соправдным профессионалом. Зараз ГТ-продприемство заявляется филиалом Минского тракторного, что дозволяет забеспечивать полную загрузку могутностей. Перспективы на ближайшие пять годов так само оптимистичны. Имеем свою программу до 2025 года развития инвестиционную. Как глава государства сказал, что у каждого предприятия должна быть программа развития. Мы ее на сегодняшний день имеем. Под эту программу мы сегодня покупаем оборудование и осваиваем новые рынки сбыта. Продоглядженную программой семинара Хойницкую районную больницу депутаты не наведывают. В связи с пандемией коронавируса обмежевываются с устрешей с головным урачом. После закончения медицинских научных установ все лета сюда приедут еще шесть специалистов. Свободных вакансий его установи практически не застанется. С уликом технического обеспечения с ужасным обсталеванием, можно сказать об тем, что принятое на Усебелорусском народном сходе решение о приоритетном развитии территории было правильным. Выделили нам за последние три года более 500 тысяч из областного бюджета и более 180 тысяч за счет чернобыльской программы. Мы купили и ВЛ, и УЗИ-аппараты, и диагностическое оборудование, в принципе. Но с развитием этих межрегиональных центров все равно часть нашего населения мы отправляем в Речицу, закрепленный за ними, для оказания высокой специализированной помощи. В принципе, наверное, так и должно быть. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Евген Макеенко, отель и радиокомпания «Гомель», Хойницкий район.